Ну, готовы у нас к этому, да. А кто был готов, это уже показало время, потому что, ну, ушло, ну, убежало ребят. Из застав, ну, не захотели воевать. А, из твоего, что это получается? Из моего, ну, из моей заставы, из других застав. Всех, ну, тех, кто ушли, не захотели воевать. Ну, знаешь... Kesaksian tentara Ukraina yang membeberkan kekejaman dari komandan dan negaranya selama masa pertempuran perebutan wilayah. Salah seorang tentara Ukraina melalui akun telegram Pemkementerian Pertanar Rusia pada Senin 17 Mei 2022 menyebutkan bagaimana kekejaman yang dialaminya saat diinterogasi militer Rusia. Ia menceritakan tentang kekejaman Batalion Nasional Ukraina terhadap para tentaranya selama 8 tahun. Batalion Nasional adalah orang-orang yang merampok dan menggugurkan siapapun yang mereka inginkan selama 8 tahun bagi mereka untuk mengambil dan melepaskan tanduk ke kerumunan orang bahwa kita harus saling memandang tegasnya. Tentara tersebut juga menegaskan bagaimana komandan mereka mencuci otak mereka. Orang-orang ditucu otaknya dengan alkohol dan obat dewatan ringan dan wanita. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. gegenüber kita mooduk moreta, bukan? Ini kalau kita klik tiduli, bukan apa yang dihustung agama semest Tapi bani tidak akan membantu. Aga fruktur kata, atau orang lain akan membantu yelamat. Dan dari seseorang yang mereka mencuba? Hanyalah yang menjadi bani yang musim. Menurang keberta, dan lainnya banyak kata-orang yang terapertam. В нашей, например, 12 человек ушло, с 30. И там осталось. А как можно уйти? Ну, первое время, как они убежали, как только все началось, там можно было уйти. А потом ты уже не уйдешь никуда, потому что ты стоишь вместе с Нацбатом, вместе с ВСУ. Ты там попробуй еще куда-нибудь двинься. То есть всех оставшихся вместе с Нацбатом и силами ВСУ перебросили куда? Криминую. Ну, в севере Донецка или сейчас криминую. Ага, и там сейчас они что делают? Ну, криминую уже ничего не делают. Криминую уже нету. В Лисичанске они вроде остались и в север Донецке. И как там у них сейчас ситуация? Ну, ситуация у них, конечно, плохая. Им выдает жопа. Это хорошо. А почему ты считаешь, что это хорошо? Ну, потому что они много людей убили. Невинных. А кого конкретно? Мирных жителей. И в Север Донецк был уже уничтожен практически, при том, что там не было ни одного русского военного. И была уничтожена украинская армия. А скажи мне, пожалуйста, вот если ты сейчас эти слова говоришь, что силы ВСУ и Нацбаты бьют по мирным жизнь, да? Есть такие еще, кто так же считает? Да. А почему тогда происходит все то, что происходит? Почему тогда массово все не уходят из армии? Или говорят, ну, повтори он разом, если там ВАЙДА, ну, на силу и убейте, но количество людей вас хочет. Там очень серьезно занялись пропагандой такой. Потому что там людям насколько мозг промыли, что я не знаю. Поподробнее. Это как? Ну, как, ну, вот Украина понад усе, там, вот Украина победит, там, большие потери в российской армии, там, они гибнут пачками, мы наступаем, мы все отбиваем. И вот при помощи таких, там, патриотических лозунгов, алкоголя и всего прочего, они будут воевать. Это где было такое? Это было в Север Донецке. Это тебе рассказывали, что алкоголь тебе отойдет? Да. Какое рассказывали? Это рассказывали те люди, которые туда сбежали, по граничникам. То есть твои? Да. Сословицы были? А подробнее, вот, как стимулировали алкоголь, может, там, легкие наркотики? Да, легкие наркотики алкоголь. Ну, чуть подробнее, расскажи, как, то есть, им... Им разрешалось просто не пить, курить, нюхать. А правда, что, так сказать, и женщины от страдания, и дети? Да. Женщину насиловали, и хуже делали с ним. Понимаете, и с фастикой немецкой выжигали. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!